Итоги уходящего вторника Где купить экспресс-тест От искры до пламени В первом переулке Дунаевского горела хозпостройка Предварительная причина могла стать Нарушение эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов Как уберечь имущество и самого себя Не тянись резиной Водители с 1 декабря обязаны перейти на зимние шины Устранить все неисправности по рулемовому управлению По элементам подвески Что еще в чек-листе А также гуманитарный груз Школьная характеристика И внешняя торговля Экспорт белорусского продовольствия в Россию Вырос почти на 23,5% Какая продукция в топе? По поручению главы государства Минобороны намерена сверить учетные данные всех военно обязанных Комиссариаты граждан вызывают преимущественно повестками Процедура подчеркивает ведомство и плановая занимает не более 15 минут Сведения собираются у всех, кто стоит на воинском учете При себе необходимо иметь паспорт, военный билет, удостоверение на право управления транспортным средством Данные мероприятия будут проводиться до 30 декабря всего года С вопросами можно обращаться по телефону, который будет указан на повестке Между тем, первые итоги показали Белорусы с пониманием относятся к своим обязанностям по воинскому учету Вспыхнуло как спичка В первом приулке Дунаевского горела хозпостройка ЧП произошло накануне около половины 12-го Хозяева в это время находились на улице Спасатели прибыли в считанные минуты и не дали пламени распространиться на жилой дом Повреждены чердаки кровли, пострадавших, к счастью, нет Предварительной причиной могла стать нарушение эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов Спасатели напоминают о важных правилах, которые нужно соблюдать при эксплуатации печного отопления Это не перекаливать печь, не использовать легко воспламеняющиеся жидкости Не доверять растопку печей детям Ну и, конечно же, использовать исправную печь без трещин и при наличии притопочного листа у печи По статистике, пожары в осенне-зимний период из-за неисправных печей и электрических приборов происходит практически ежедневно Только за 10 месяцев в Могилевской области произошло свыше 100 таких возгораний Спасатели уделяют особое внимание частному сектору Посещают пенсионеров, одинокопроживающих И обращаются к каждому, не забывайте о своих родных и проводите с ними беседы Главный партнер, новогоднее чудо и персональный ассистент В стране появилась новая услуга для инвалидов Какие задачи поможет решить соцработник Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Экспорт белорусского продовольствия в Россию вырос почти на 23,5% Это 4,2 млрд долларов Страна-партнер остается главным покупателем наших товаров Только молочной продукции в 2022 мы поставили на сумму более 2 млрд А мяса на 30% больше, чем в 2021 Минобразование работает над совершенствованием вступительной кампании 2023 Планируется ввести обязательную характеристику для школьников, которые нацелены поступать в ВУЗ Нововведения пока на стадии обсуждения В ведомстве установят форму документа, если новшество одобрит президент В стране появилась услуга персонального ассистента для инвалидов Специалисты оказывают комплексную поддержку в коммуникации, участии в жизни общества, в решении повседневных задач Помогают заполнять документы и даже посещают с подопечными концерты и выставки Сюда же входит оказание первой помощи, вызов врача и информирование родственников о состоянии здоровья Гуманитарный груз из Беларуси для преодоления последствий наводнений доставили в Судан Республике переданы продукты питания, медпрепараты и материально-технические средства на сумму порядка миллиона рублей Между тем, с 1996-го наша страна организовала 76 подобных миссий Африканское государство стало 32-м, кому Минск протянул руку помощи Благотворительный марафон «Наши дети» стартует 15 декабря Сотрудники министерств и ведомств, предприниматели и все желающие отправятся с новогодними подарками к детям-сиротам В планах и праздничная елка во Дворце Республики, куда съедутся ребята со всей страны Акция пройдет уже в 20-й раз Зная свой статус, в Могилевской области с начала года зарегистрировано 140 случаев ВИЧ Чаще всего выявляют вирусы у людей старше 30-ти, по-прежнему основные пути передачи Половой контакт через кровь либо при родах от матери к ребенку Специалисты предлагают бесплатно пройти обследование, можно даже анонимно Плюс есть вариант экспресс-тестов, они продаются в аптеке Тестирование поможет выявить ВИЧ-инфекцию, а значит своевременно назначить лечение Лечение, которое, я думаю, знают уже все, называется антиретровирусотерапией Которая позволяет людям с диагнозом ВИЧ-инфекции жить полноценной жизнью С начала года в Бобруське зарегистрировано 52 случаев, в 2021-м в 63 Всего в городе проживает 766 человек с положительным ВИЧ-статусом В масштабах всей страны более 24 тысяч Государство создает необходимые условия для лечения, независимо от стадии болезни и уровня иммунитета Не отметить день жестянщика, водители обязаны перейти на зимние шины с 1 декабря За нарушение грозит штраф, при этом ГАИ советуют переобуть машину как можно раньше Уже сейчас на дорогах гололедится В списке также проверка исправности тормозной системы, обогрева машины, световых приборов и аккумулятора Очаг листе каждого автомобилиста Ольга Васенда Евгений Кирейков за рулем уже 11 лет И на личном опыте знает, почему нельзя откладывать все до последнего момента За месяц до первых заморозков он переобул машину и проверил все системы Так мужчина не только избежал очередей на СТО, но и уберег себя от лишних беспокойств Мечта была с самого детства, наверное, смотря на взрослое поколение водить машину И как только 18 лет исполнилось, сразу же пошел учиться Скользота, то есть это самая первая и самая большая сложность Конечно, сам должен быть внимательным, но и другие водители тоже Никто от этого не застрахован Минусовая температура и первый снег застали врасплох даже самых опытных автомобилистов Зима – настоящие квесты для водителей Избежать заноса и даже аварии порой практически невозможно Согласно ПДД, ездить на летней резине можно до 1 декабря Еще чуть больше недели Однако ГАИ советуют переобуть авто как можно раньше Мы всегда рекомендуем следующим образом То есть автомобиль должен приехать, пройти полную диагностику Устранить все неисправности по рулемовому управлению, по элементам подвески После этого переобуть на зимнюю резину И после этого пройти регулировку сход-развал Летние покрышки даже при температуре плюс 5 теряют эластичность Ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь Некоторые водители выбирают всесезонный вариант, чтобы не беспокоиться о замене Но тесты показывают, у зимней резины сцепление с заснеженной дорогой выше на 50% Минимальный остаток протектора должен составлять не менее 4 мм Потому что так как это ваша безопасность, ваше здоровье и здоровье наших граждан Важно обратить внимание и на техническое состояние железного коня В чек-листе каждого автовладельца должна быть проверка исправности тормозной системы Обогрева машины, световых приборов и аккумулятора Обязательно нужно залить не замерзайку, причем лучше не экономить и брать у проверенного производителя С 25 ноября по 5 декабря на территории нашей страны пройдет профилактическая акция Под названием «Смени шины у своей машины» В рамках которой сотрудники госавтоинспекции проведут рейдовые мероприятия В которых будут проверять, как водители подготовили свои транспортные средства к эксплуатации в зимних условиях До марта автомобилистам придется ездить на зимней резине За этим будут пристально следить правоохранители За нарушение грозит штраф до 32 рублей За повторное до 160 Своевременная готовность к холодам не только сэкономит деньги Сбережет здоровье и даже жизнь Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Пора встать на лыжи. В Бобруйске определены места для зимнего отдыха Так, залют свыше 20 площадок, где можно сыграть в хоккей и покататься на коньках Подготовят и три лыжные трассы в парке культуры и отдыхов в районе санатория имени Ленина и возле Бобруйск-арены Плюс оборудуют прокат на бульваре Приберезенском 33 и Карбышево 11 График работы с 9 часов утра до 9 часов вечера Один час 5 рублей, последующие 2 рубля Сутки 9 рублей и двое суток 16 рублей Всех приглашаем воспользоваться нашими услугами Позаботиться и о согревающих напитках Перекусить и отдохнуть можно будет в детско-юношеской спортивной школе номер 1 На площади Ленина и в молодежном парке А в новом году пройдет городской физкультурно-спортивный праздник Бобруйска лыжня 2023 Подробнее на сайте Боберлайф Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы перед каждым будней вечером счастливы Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА